Многие наблюдатели на минувшей неделе отметили странное поведение ради Хабирова. Оценки случившегося несколько разнятся, так что давайте разберемся в произошедшем по порядку. На оперативке 11 ноября во вторник Хабиров загадочно роняет фразу о том, что он собирается ехать в Казахстан, причем собирается ехать на машине, на автомобиле. Что само по себе очень странно и однозначно исключает поездку с какой-то делегацией, с какой-то официальной миссией. Я еще тогда подумал, ну странно как-то вообще-то главе региона ехать с каким-то визитом в соседнюю страну на машине. 9 ноября в четверг мы узнаем о визите Владимира Путина в Астану и синхронно в Башкирии все СМИ сообщают о внезапном заболевании Хабирова ковидом. Что же случилось на самом деле? Хабиров очевидно пожелал попасть на саммит России-Казахстан и почему-то выбрал наземный транспорт. Он даже выехал в направлении границы с Казахстаном, но был остановлен какой-то неведомой силой и возвращен на рабочее место. Это дополнительно известно. После этого, понимая, что вот эти странные маневры и развороты надо как-то объяснять, была придумана версия с ковидом и, в общем-то, по команде Урала Кельсинбаева все подведомственные СМИ и прочие информационные источники тут же запустили вот эту версию о том, что Ради Фаритович заболел ковидом. Ну, поражает синхронность, одновременность этого всего. Насколько мне известно, пресс-служба главы региона обзванивала СМИ, чтобы проконтролировать и новость эту продублировать. Ну, прямо скажем, версия весьма тупая и незамысловатая. И давайте теперь поймем, что же произошло по сути. Понимая, что заразиться ковидом у Хабирова была вероятность там 1 к миллиарду, мы помним, что по последним докладам министра здравоохранения у нас еженедельная заболеваемость ковидом там 78 человек на 4 миллиона населения. В общем, умудриться надо было. Естественно, в версию с ковидом мы не верим. Давайте разбираться, что же случилось. Вообще, в делегацию, сопровождающую Путина в зарубежные поездки, попасть по собственному желанию или там по заявлению никак нельзя. Списки составляют администрации президента и многожды их проверяет и согласовывает, в том числе и с самим Путиным. Хабирова в этих списках однозначно не было. Иначе бы он вылетал в Астану в составе официальной делегации прямо из Москвы. Зачем Хабиров так отчаянно рвался в Казахстан поближе к Путину, пока непонятно. Возможно, последние события обыски и аресты в ближайшем окружении дорогого Радио Фаритовича в его сознании вызвали панику. И он решил попросить защиты у Путина, обещая взамен, например, 143% на выборах в марте. Но точно мы этого утверждать не можем, можем только предполагать. Но можем быть более или менее уверены в том, что Хабирову остро необходима опора для его власти в регионе. Опора, которая в последнее время очевидным образом основательно расшаталась. А то, что Хабиров демонстративно, публично не был допущен к Путину, даже на среднюю дистанцию, наводит на мысль о том, что Кремль уже принял определенные решения и выводы сделал в отношении дорогого Радио Фаритовича и дальнейшие переговоры с размазыванием слез по лицу, в общем-то, уже не имеют никакого значения. В любом случае, произошедшее является каким-то знаковым событием и, видимо, предвестником того, что будет происходить в ближайшее время. Мы, естественно, как обычно, будем наблюдать, анализировать и делать выводы. А то, что у Радио Фаритовича в хозяйстве творится что-то неладное, для меня, например, абсолютно очевидно.